На Котляров ФМ. Библия не для всех. С Виктором Салтыковым. Ё твою мать, красотища какая! Всем привет! Это условно вторая часть книги Библии «Исход», из которой мы узнаем о многолетнем путешествии древнего народа Израиль по пустыне. Я сначала хотел просто прочесть в лицах, но чувствую, от комментариев удержаться будет сложно. Надеюсь, вы меня поймете и простите. Итак, глава 15. Когда вошли кони фараона с колесницами его и с всадниками его в море, то Господь обратил на них воды морские, а сыны Израилевы прошли по суше среди моря. И взяла Мариам пророчица, сестра Аронова, в руку свою тимпан. И вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием. Под словом «тимпан» подразумевается древневосточный ударный музыкальный инструмент, что-то похожее на бубен. Но интересно еще одно значение слова «тимпан», относящееся к архитектуре. В архитектуре тимпаном называют углубленную часть стены над входом. Вспомните масонские знаки над парадными входами и колоннадами. Может это совпадение? Надо подумать. Но вернемся к морям. И воспела Мариам перед ними. Моисей, его брат Аарон, теперь Мариам, исполняющая шаманские танцы с бубном. Похоже, там все семейство Моисеева определило на многие поколения вперед себе теплое местечко в обществе. Продолжаем. И повел Моисей израильтян через Черное море. А мы помним, что под Черным морем подразумевается Красное море. И они вступили в пустыню Сур, и шли они три дня по пустыне и не находили воды. Подумать даже страшно, какой огромный литературный труд был бы, если бы в Библии описывалось каждые три дня из сорокалетнего путешествия евреев по пустыне. Пришли в Мерру и не могли пить воды в Мере, ибо она была горька. И возроптал народ на Моисея, говоря, что нам пить? Моисей возопил Господу. Ну, такая, по-видимому, угроза нависла в то время над Моисеем, что он не просто в молитве обратился к Господу, а возопил. Ему наверняка страшно было. И Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Так Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его, и сказал. Если ты будешь слушаться голоса Господа Бога твоего, и делать угодное перед очами его, и внимать заповедям его, и соблюдать все уставы его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые я навел на Египет, ибо я Господь, целитель твой. Вот еще одна регалия Господа, целитель. Правда, во многих случаях сначала заболеватель, а потом, тадам, целитель-спаситель. И пришли в Елим. Там было 12 источников воды и 70 финиковых деревьев, и расположились там в станом при водах. Я сначала удивлялся такой скрупулезности и детализации в священных писаниях, а потом понял. У евреев все посчитано. Глава 16. И двинулись из Елима, и пришло всеобщество сынов Израилевых в пустыню Син, что между Елимом и между Синаем, 15 день второго месяца по выходе их из земли египетской. Если бы евреи тогда знали, что до завершения путешествия им оставалось 39 лет и 10 с половиной месяцев, даже не представляю, что бы они сделали с Моисеем. И взроптало всеобщество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне, и сказали им сыны Израилевы. О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, и вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом, и сказал Господь Моисею. Вот я одождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет. И в шестой день пусть заготовляют, что принесут, и будет вдвое против того, поскольку собирают прочие дни. И сказали Моисей и Аарон всему обществу сынов Израилевых. Вечером узнаете вы, что Господь вывел вас из земли египетской, и утром увидите славу Господню, ибо услышал Он ропот ваш на Господа, а мы, что такое, что ропщите на нас. Узнайте, когда Господь вечером даст вам мясо и пищу, а утром хлеба досыта, ибо Господь услышал ропот ваш, который вы подняли против Него. А мы, что, не на нас ропот ваш, но на Господа. В общем, я не я, и хата не моя. Вечером налетели перепелы и покрыли стана, поутру лежала роса около стана. Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле. И Моисей сказал им. «Это хлеб, который Господь дал вам пищу. Вот что повелел Господь. Собирайте его каждый по стольку, сколько ему съесть. По гамору на человека, по числу душ, сколько у кого в шатре собирайте». Гамор — это такая древняя мера сыпучих и жидкостей. Это чуть меньше двух с половиной литров объема. «И сделали так, сына Израилева, и собрали кто много, кто мало, и мерили гамором. И у того, кто собрал много, не было лишнего, и у того, кто мало, не было недостатка. Каждый собрал, сколько ему съесть». И сказала им Моисей. «Никто они оставляют сего до утра». Но не послушали они Моисея, и оставили от сего некоторые до утра, и завелись черви, и оно восмердело, и разгневался на них Моисей. Да, вот так и в наше время. И не только евреи. Многие человеки нагребают от страха, жадности или от скудоумия своего больше, чем могут употребить. Особенно это отражается на водоемах и лесах, где животных с каждым годом все меньше. В шестой же день собрали хлеба вдвое, по два гамора на каждого, и пришли все начальники общества и донесли Моисею. И он сказал им. «Вот что сказал Господь. Завтра покой, святая суббота Господня. Что надобно петь, пеките, и что надобно ворить, ворите сегодня. А что останется, отложите и соберите до утра». И отложили до до утра, как повелел Моисей, и оно не восмердело, и червей не было в нем. Чудеса, в общем, продолжались. И сказал Моисей. «Ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота Господня. Сегодня не найдете его на поле. Шесть дней собирайте его, а седьмой день суббота. Не будет его в этот день». Но некоторые из народа вышли в седьмой день собирать и не нашли. И сказал Господь Моисею. «Долго ли будете ли вы уклоняться от соблюдения заповедей Моих и законов Моих? Смотрите, Господь дал вам субботу, посему Он и дает шестой день хлеба на два дня. Оставайтесь каждый у себя, никто не выходи из места своего в седьмой день». «И покоился народ в седьмой день, и нарек дом Израилевы хлебутому имя Манна. Она была, как кориандровое семя, белое, вкусом же, как лепешка с медом». Вообще, с этой манной много всего интересного, но до сегодняшнего дня нет достаточно убедительного определения, что это была за манна. Но точно это была не та манная крупа, которая всем нам знакома с детства. Глава 17. И сказал Господь Моисею. «Пройди перед народом, и возьми с собою некоторых и старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою, и пойди. Вот я стану перед тобою там, на скале в Хариве, и ты ударишь скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских. И пришли амаликитяне, и воевали с израильтянами в Ресиддиме. Моисей сказал Иисусу. «Выбери нам мужей, и пойди сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей». Это не тот Иисус из Евангелия, это просто тезка, соупадение, так сказать. «И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликитянами. А Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль. А когда опускал руки свои, одолевал амалик. Но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем. А Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца. И не зложил Иисуса амалико, и народ его острием меча». Глава 18 То есть получается, что Моисей перед тем, как выводить народ из Египта, народ израильский, семью свою, все оставил у своего тести. Так, на всякий случай. На другой день сел Моисей судить народ, и стоял народ перед Моисеем с утра до вечера. И видел в тесть Моисеев все, что он делает с народом, и сказал. «Что это такое делаешь ты с народом? Для чего ты сидишь один, а весь народ стоит перед тобою с утра до вечера?» И сказал Моисей тестью своему. «Народ приходит ко мне просить сюда у Бога. Когда случается у них какое дело, они приходят ко мне, и я сужу между тем и другим, и объявляю уставы Божии и загоны его». Но тесть Моисеев сказал им. «Нехорошо это ты делаешь. Ты измучишь и себя, и народ сей, который с тобою, ибо слишком тяжело для тебя это дело. Ты один не можешь исправлять его. Итак, послушай слов Моих. Я дам тебе совет. Будь ты для народа посредником перед Богом и представляй Богу дела его. Научай их уставам и законам Божьим. Указывай им путь его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать. Ты же усмотри из всего народа людей, способных боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корость, и поставь их над ним тысячи начальниками, сто начальниками, пятидесяти начальниками и десяти начальниками. Пусть они судят народ во всякое время и о всяком важном деле доносят тебе, а все малые дела судят сами, и будет тебе легче, а они понесут с тобой время». В общем, хорошее дело, подсказал тестюшка Моисею. Вот так и появились чиновники-посредники. «И послушал Моисей слов в тесте своего и сделал все, что он говорил. И выбрал Моисей из всего Израиля способных людей и поставил их начальниками народа. Тысячи начальниками, сто начальниками, пятидесяти начальниками и десяти начальниками. И судили они народ во всякое время о делах важных, доносили Моисею, а все малые дела судили сами». Глава 19. «Третий месяц. По исходе сынов Израиля из земли египетской, в самый день Новолуния, пришли они в пустыню Синайскую. И расположился там Израиль с таном против горы. Моисей взошел к Богу на гору и возвал к нему Господь с горы, говоря, «Так скажи бому Иакову и возвести сынам Израилевым. Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться глаза моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. Вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым». Ну вот, сказал и сделал, святей я народа и не видел. И сказал Господь Моисею, «Вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда». И сказал Господь Моисею, «Пойди к народу и освети его сегодня и завтра. Пусть вымоют одежды свои, чтоб быть готовыми к третьему дню. Ибо в третий день сойдет Господь перед глазами всего народа на гору Синай. И проведи для народа черту со всех сторон и скажи, «Берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти. Рука да не прикоснется к нему, А пусть побьют его камнями или застрелят стрелою». И сошел Моисей с горы к народу и осветил народ, и они вымыли одежду свою. И сказал народу, «Будьте готовы к третьему дню, не прикасайтесь к женам». Вот про жен Бог ему ничего не говорил. На третий день при наступлении утра были громы и молнии, и густое облако над горою, И трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане. И вывел Моисей народ из стана в сретение Богу, и стали у подошвы горы. Встретение – это значит встреча. То есть Моисей повел народ на встречу с Господом. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, И восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась. Вот никакое природное явление не напоминает. Для жителей пустынных и равнинных местностей вулканическая деятельность – это редкость мистическая. И звук трудный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. Что говорил и что отвечал, история сия умалчивает. И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, И призвал Господь Моисея на вершину горы, И взошел Моисей, и сказал Господь Моисею, Сойди и подтверди народу, чтобы он не порывался к Господу видеть его, И чтобы не пали многие из него. Священники же, приближающиеся к Господу, должны осветить себя, Чтобы не поразил их Господь. И сказал Моисей Господу, Не может народ взойти на гору Синай, Потому что ты предостерег нас, Сказал, проведи черту вокруг горы и освети ее. И Господь сказал ему, Пойди, взойди, потом взойди ты, И с тобою Аарон, А священники и народ, Да не порываются восходить Господу, Чтобы не поразил их. Вон а как, показался один народу. Моисей, значит, с брательником ушли в гору, Потом вернулись, надули щеки, Ну, мы такое видали. Да. И сошел Моисей к народу и пересказал ему, Вот так вот, Типа, хотите чаю с кренделями, тогда слушайте. И где же явление Господа народу? Два брательника, Можно предположить, чтобы их своей жене кокнули, Разыграли комедию. И вуаля, мы пророки, А вы плебеи. Глава 20. И изрек Бог все слова сии, говоря, Я, Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли египетской, Из дома рабства. Ну, и дальше идут 10 заповедей, Так что времени не теряйте, записывайте. Да не будет у тебя других богов перед лицем Моим. Да не делай себе фумира И никакого изображения того, Что на небе вверху, И что на земле внизу, И что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, Ибо я, Господь, Бог твой, Бог ревнитель, Наказывающий детей За вину отцов до третьего и четвертого рода, Ненавидящих меня И творящий милость. Стоп. То есть получается, Этот добрый Бог Наказывает детей до третьего и четвертого рода, Невинных детей, За ошибки их родителей и прародителей. И творящий милость До тысячи родов, Любящих меня И соблюдающих заповеди мои. Не произноси имени Господа Бога твоего Напрасно, Ибо Господь не оставит Без наказания того, Кто произносит имя Его Напрасно. Помни день субботний, Чтобы светить его. Шесть дней работай И делай всякие дела твои, А день седьмой, Суббота, Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела, Ни ты, Ни сын твой, Ни дочь твоя, Ни раб твой, Ни рабыня твоя, Ни скот твой, Ни пришелец, Который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, Море и все, что в них, А в день седьмой почил. Посему благословил Господь День субботний и осветил его. Почитай отца твоего и мать твою, Чтобы проделись дни твои на земле, Которую Господь Бог твой дает тебе. Не убивай, Не прелюбодействуй, Не кради, Не произноси ложного свидетельства На ближнего твоего, Не желай дома ближнего твоего, Не желай жены ближнего твоего, Не раба его, Не рабыни его, Не вола его, Не осла его, Ничего, Что у ближнего твоего. Весь народ видел громы и пламя, И звук трубный, И гору дымящуюся, И, увидев то народ, Отступил и стал вдали. И сказали Моисею, Говори ты с нами, И мы будем слушать, Чтобы не говорил с нами Бог, Дабы нам не умереть. Вот так вот, Типа сами попросили. Моисей такой, по-видимому, Говорит, Ну чё, Ща иду за Богом, И всем вам не сдобровать. Так я иду? А народ такой, Ладно, мы тебе и так поверим, А то мало ли чё. И сказал Моисей народу, Не бойтесь, Бог пришёл, Чтобы испытать вас, И чтобы страх его Был перед лицом вашим, Дабы вы не нагрешили. Стоял народ вдали, А Моисей вступил во мрак, Где Бог. И сказал Господь Моисею, Так скажи сынам Израилевым, Вы видели, Как я с неба говорил вам? Ну да, Все видели, Как он говорил с неба. Громы и молнии, Не делайте предо мною Богов серебряных Или богов золотых, Не делайте себе. Сделай мне жертвенник из земли, И приноси на нём Все сожжения твои И мирные жертвы твои, Овец твоих И волов твоих На всяком месте, Где я положу Память имени моего. Я приду к тебе И благословлю тебя. Если же будешь делать Мне жертвенник из камней, То не сооружай его Истёсанных, Ибо как скоро Наложишь на них Тесло твоё, То осквернишь их. И не восходи По ступеням К жертвеннику моему, Дабы не открылась При нём Нагота твоя. И вот законы, Которые ты объявишь. Если купишь Раба еврея, Пусть он работает Шесть лет, А в седьмой Пусть выйдет На волю Даром. То есть, Раб еврей У еврея. Вот для рабов евреев Вот такие условия. Шесть лет он работает, А на седьмой Может быть свободным. Да, интересно. А для неевреев Какие условия? Если он пришёл один, Пусть один и выйдет, А если он женатый, Пусть выйдет с ним И жена его. Если же господин Его дал ему жену, И она родила ему Сынов или дочерей, То жена и дети её Пусть останутся У господина её, А он выйдет один. Но если раб скажет, Люблю господина моего, Жену мою и детей моих, Не пойду на волю, То пусть господин Его приведёт Его предбогов И поставит ему В двери или косяку И проколит ему Господин Его ухо шилом, И он останется Рабом его Вечно. Вы это слышите? Господин может Оставлять жену И детей в заложниках, А ты, пожалуйста, Уходи во своясь и папаша. А если не захочет Бросать жену И детей своих раб, То тогда он подходит И говорит, Люблю тебя, господин мой, Ну и жену свою и детей, Так что давай, Я буду с удовольствием Рабом твоим До конца своей жизни. Только проколи мне Ушко шилом. Капец. Если кто продаст Дочь свою в рабыне, То она не может Выйти, Как выходят рабы. Любящий Бог Не отменяет рабство Вообще. Не отвергает рабство Как позорное явление, А упорядочивает И регламентирует, А значит, Поощряет и приветствует. Если она не угодно Господину своему, И он не обручит её, Пусть позволит Выкупить её, А чужому народу Продать её Не властен, Когда сам Пренебрёг её. Если он Обручит её Сыну своему, Пусть поступит С нею По праву Дочерей. Если же Другую Возьмёт за него, То она Не должна Лишаться Пищи, Одежды И супружеского Сожития. А если Он Сих трёх Вещей Не сделает Для неё, Пусть Она Отойдёт Даром, Без Выкупа. Кто Ударит Человека Так, Что он Умрёт, Да Будет Предан Смерти. Тут Принцип Око за Око. Но Если Кто Не зло Мышлял, А Бог Попустил Ему Попасть Под руку Его, То Я Назначу У тебя Место, Куда Убежать Убийцы. Место, Куда Убежать Это Города Убежища, О них Речь Будет Ити Дальше. И Ещё Момент. Но Если Кто Не Зло Умышлял, А Бог Попустил Ему Попасть Под руку Его, То есть Это Бог Попускает Попасть Под руки Убийцы. Так Или Иначе Господь Причастен Получается. А Если Кто С Кто Ударит Отца Своего Или Свою Мать, Того Должно Предать Смерти. Жестоко, Но Справедливо. Кто Украдёт Человека И Продаст Его, Или Найдётся Он В руках У него, То Должно Предать Его Смерти. Кто Злословит Отца Своего Или Свою Мать, Того Должно Предать Смерти. Когда Ссорятся И Один Человек Ударит Другого Камнем Или Кулаком И Тот Не Умрёт, Но Сляжет В постель, То Если Он Устанет И Будет Выходить Из Дома С Помощью Палки, Ударивший Не Будет Повинен Смерти. Только Пусть Заплатит За Остановку В Его Работе И Даст На Лечение Его. А Если Кто Ударит Раба Своего Или Служанку Свою Палкою И Они Умрут Под Рукою Его, То Он Должен Быть Наказан. А Как Наказан Не Указано. Тут По Видимому Поле Для Творчества. Но Если Они День Или Два Дня Переживут, То Не Должно Наказывать Его, Ибо Это Его Серебро. Значит Если Хозяин По Пьяни И Забьет До Полусмерти Раба А Раб При Этом Выживет То Хозяин Не Понесет Никакого Наказания. Дело Это Житейское. Когда Дерутся Люди И Ударят Беременную Женщину И Она Выкинет Но Не Будет Другого Вреда То Взять С Виновного Пеню Какую Наложит На Него Муж Той Женщины И Он Должен Заплатить Оную При Посредниках Глаз За Глаз Зуб За Зуб Руку За Руку Ногу За Ногу Обожение За Обожение Рану За Рану Ушиб За Ушиб Если Кто Раба Своего Ударит В Глаз Или Служанку Свою В Глаз И Повредит Его Пусть Отпустит Их На Волю За Глаз А Если Выбьет Зуб Рабу Своему Или Рабе Своей За Зуб Если Вол Забодает Мужчину Или Женщину До Смерти То Волла Побить Камнями И Мясо Его Не Есть А Хозяин Волла Не Виноват Но Если Вол Бодлив Был И Вчера И Третьего Дня И Хозяин Его Был Извещен Осем Не Стерег Его А Он Убил Мужчину Или Женщину То Волла Побить Камнями И Хозяина Его Предать Смерти Если На него Наложен Будет Выкуп Пусть Даст Выкуп За душу Свою Какой Наложен Будет На него Сына Ли Забодает Дочь Ли Забодает Посему Же Закону Поступать С ним Если Вол Забодает Раба Или Рабу То Господину Их Заплатить Тридцать Сиклей Серебра А Вола Побить Камнями Сиклей Это Шекели Тридцать Шекелей По тому Библейскому Курсу Наверняка Были Большой Суммой Если Кто Раскроет Яму Или Если Выкопает Яму И Не Покроет Ее И Упадет В нее Вол Или Осел То Хозяин Ямы Должен Заплатить Отдать Серебро Хозяину Их А Труп Будет Его Ну Тут Все Понятно Вроде И справедливо Абрам Вырыл Яму Баран Исако Упал Яму И погиб Абрам Отстегивает Исако Серебро За барана А барана Забирает Себе Если Чей-нибудь Вол Забодает До смерти Вола У соседа Его Пусть Продадут Живого Вола И Разделят Пополам Цены Его Так же И убитого Пусть Разделят Пополам А если Известно Было Что Вол Бодлив Был И вчера И третьего Дня Но Хозяин Его Не Стерег Его То Должен Он Заплатить Вола За Вола А убитый Будет Его В общем Подробно Доступно И лаконично Бог Объясняет Как Разрешать Хозяйственные Споры Идем Дальше Если Кто Украдет Вола Или Овцу И Заколет Или Продаст То Пять Волов Заплатят За Вола И Четыре Овцы За Овцу Если Кто Застанет Вора Подкапывающего И ударит Его Так Что Он Умрет То Кровь Не Вмениться Ему Но Если Взошло Над Ним Солнце То Вмениться Ему Кровь Укравший Должен Заплатить А Если Нечем То Пусть Продадут Его Для Уплаты За Украденное Им То Есть Убийство Вора Ночью Приравнивается К Ненамеренному Убийству А Днем Убивать Вора Нельзя Можно Только Взыскать С вора Штраф Или С самого Вора Продать В рабство Далее Идет Подробный Разбор Ситуаций Относящихся К уголовному И административному Праву Так что Если Кому Интересны Подробности Можете Прочесть Ознакомиться Сами А я Закращу Потому что Впереди Много Еще Интересного И Удивительного На Котляров ФМ Библия Не для Всех С Виктором Салтыковым Ё Твою Мать Красотища Какая Твою